Приветствую вас, Анна. Вы знаете, вот, читая ваше сообщение, у меня возникло такое ощущение, что вы как-то вот в целом не привыкли к трудностям. То есть вот сами по себе трудности, да, сами по себе какие-то препятствия, сами по себе могут быть самостоятельные решения, которые нужно принимать вам, полагаясь на, допустим, чувства, вот это вам даётся очень тяжело. Такое у меня ощущение возникло, когда я читал ваш текст. Почему? Ну, потому что, во-первых, вы не задаёте вопрос свой. То есть у вас нет вопроса к психологу, да, вы просто говорите, и вы не знаете, что вам делать. Ну, мы тоже не знаем, что вам делать в этом смысле, потому что, как бы, советовать нефично в данной ситуации, Анна. Вот. А помочь вам разобраться в себе можно только в процессе непосредственного диалога с вами. Вот. Во-вторых, вы говорите, что у вас сильнейшая депрессия, но опять же сильнейшая депрессия, как сказал мой коллега, есть заболевание. Заболевание диагностируется, назначается лечение, в том числе медикаментозное и психотерапевтическое лечение. И, соответственно, в результате этого лечения вам становится лучше. Вот. Депрессия же сама по себе бывает разных видов. Бывает депрессия чисто психогенная, бывает депрессия основная на физиологических, в том числе, моментах. Вот. Соответственно, это тоже очень важный момент. Непонятно, откуда вы, откуда и почему вы решили, что у вас именно сильнейшая депрессия, но, тем не менее, депрессия – это заболевание. Дальше. Следующий момент – это ваши отношения с мужем. Не совсем понятно, что между вами общего, не совсем понятно, что вас объединяет с мужем, насколько гармоничны у вас отношения и какой у них фундамент. Потому что, в общем-то, да, то, о чем вы говорите – это, безусловно, важно. То, что вы говорите, по сути, про собственную реализацию, вы говорите, по сути, про собственное раскрытие своих способностей, своих возможностей и так далее. Вот. Но то, что вы говорите – это важно. Только не так актуально на данный момент, потому что вы находитесь в семье. Вы жена, вы мать, вы… вот забыл, как называется… то есть это вот свекровь, да, а кто вы, я подзабыл. Ну, не важно. Вот. И сейчас на первом месте – это. Да? И получается, что вы вроде бы расставили приоритеты свои, вот они у вас такие, что вот важнее там семья, к примеру, ну, раз в своей семье. Но получается, что вы это сделали, как будто бы не по своей воле. Как будто бы это неестественно всё. Как будто бы вы этим тяготитесь. И в первую очередь, в первую очередь, на то, что вы, возможно, этим тяготитесь, влияет то, какие у вас отношения с мужем. Что вас объединяет с мужем. Что у вас общего с мужем. Насколько гармоничные отношения у вас с мужем. И так далее. Дальше. Вы говорите о том, что есть два фактора. Первый фактор – это то, что муж взял к вам жить свою маму достаточно, ну, достаточно пожилую, да. Вот. И второе – это то, что у вас есть ребёнок, который болеет и не ходит в сад. Понимаете, эти два фактора, они, опять же, в рамках семьи достаточно естественно. Ну, естественно, что ваш муж взял маму, чтобы она не была одна в своём возрасте. Естественно, что ребёнок болеет. Да, это неприятно, но это естественно. А вот вы к этому относитесь как-то не совсем естественно. Вас это, мягко говоря, тяготит то, что мама там и тяготит то, что ребёнок болеет и не ходит в сад. И вот то, чем и как вас это тяготит, очень важно разобраться. Потому что, ну, например, та же мама, вы не обязаны там для неё что-то делать. То есть ребёнок, вы не обязаны посвящать ему всё своё время. То есть и мама, и ребёнок могут обойтись без нас. Но вы чувствуете себя обязанным, обязанным и... да? О чём это говорит? Это говорит о том, что вы... ну, вот не сложно здесь, конечно, сказать. Либо это такая вот тенденция угодить, тенденция через... через растворение вот других людей завоевать их любовь и, соответственно, их защиту, их внимание. Вот. И тогда это такая глобальная ваша модель поведения, потому что она в чем-то схожа с тем, как вы ведёте себя, например, со своей мамой, да? Вы точно пытаетесь там... ну, как-то вот мамину внимание завоевать. Вот. Либо здесь есть... либо здесь просто проблема личной грани, либо здесь чувство вины, да? Ну, типа, что... я, если не буду, там, делать то, что я делаю, то я буду, там, плохая, допустим, мама, плохая невестка, например. Ну, я не помню, как это называется, да? Я просто... чтоб как-то назвать говорю. Да, вот. Это чувство вины. С чувством вины тоже нужно работать. Это завычные требования к себе. Долг. Некий... это... ну, может быть некий перфекционизм. Хотя, не всегда. Конечно, не всегда. Перфекционизм является основой для чувствования. Но, тем не менее. То есть, то, что вас это тяготит, да? То, что вот у этих людей, у мамы, у вашего ребёнка есть возможность ограничивать вас. Это ваша личная ответственность. Неумение отделить себя от них. Знаете? И, конечно же, они будут на вас влиять. Безусловно. Но тут кто угодно влиял бы, да? Это такой момент. Следующий момент. Рождение ребёнка и нахождение мамы с вами автоматически означает, что вы с этим согласны. То есть, вы согласны с тем, что мама с вами живёт. Вы согласны с тем, что ребёнок родился. Вы принимаете его целиком и полностью, и в том числе то, что он болеет. Но вот как-то выходит, что вы и маму не принимаете её нахождение полностью, и ребёнок вас не готовит. Разникает вопрос, насколько желанный был ребёнок, и чего вы от него хотели, чего вы ожидали от ребёнка. Понимаете? То есть, вопрос идёт о неких ожиданиях и о неком подходе к вашим интересам, которые вам необходимо, естественно, продвигать, защищать и обеспечивать. У меня же складывается такое ощущение, что вы в какой-то степени перекладываете ответственность за это на своего мужа и на свою маму. Могу ошибаться, конечно, но вот так мне кажется. Так мне кажется. Дальше. Дальше. Вы говорите. Значит, вы пишите, можете говорить, открывай свой бизнес, а я не знаю, что и как. Ну, это вот у меня, конечно, странно. Во-первых, странно. То, что муж вам говорит, открывай свой бизнес. Почему именно бизнес? Да? Это первый такой, ну, момент. Почему именно бизнес? Вот. То есть, ну, на мой взгляд, это странное немного решение. Да? Вот. Потому что бизнес может не каждый, в принципе, человек, как бы, открыть. Это странно. Странно немного решение. Вот. А с другой стороны, с другой стороны, вы говорите, я не знаю, что и как. Так. То есть. А. Что именно вы не знаете? Так. Никто не знает. Никто не знает. Тут. А. Дело не в незнании, а в том, чтобы брать и делать что-то. Понимаете, какая штука? Вот. Брать и пробовать, собственно говоря. Вот. А у меня есть такое ощущение, что как раз таки пробовать вы не готовы. Боитесь. Потому что хотите, например, сделать все исключительно только правильно. А правильно сделать, ну, можно далеко не всегда. Потому что опыт, опытный путь, это путь проб и ошибок. Дальше. Так и ем в себя. Без щитивых. Что это значит? Скорее всего, обвинения. У меня, видимо, на нервной почве температура держалась два с половиной месяца. А, ну, опять же. Температура из-за чего? Конкретно. То есть, как бы, ну, на нервной почве, точнее вы говорите, что на нервной почве это у вас. Что именно на нервной почве у вас? То есть, из-за чего именно вы нервничаете, грубо говоря? Вот. Почему здесь основной ваш конфликт, скажем так? Вот. Потому что, ну, его, как мне видится, да, вот, вы не раскрываете свой конфликт. Вот. А это очень важно. Чего вы, собственно, требуете от себя, да, чего вы хотите от себя. Что вы, ну, вот, должны, по вашему мнению, себе, себе же, опять же. Вот. Вот. Это, да. Дальше. Не стал за собой ухаживать совсем. Ну, это довольно такая типичная, типичная история, когда человек перестает за собой ухаживать, если ему, там, например, кажется, что он, ну, недостаточно, там, соответствует тем, вот, требованиям, которых, которых, которые у него есть, как, себе. Вот. Так что, это вполне, опять же, естественно, но другой вопрос, как вы к этому пришли? А? То есть, как вы пришли к тому, к тому, что перестали за собой ухаживать? То есть, есть ощущение, есть ощущение, что, например, ухаживаете вы за собой, ухаживали вы за собой не ради себя, а для чего-то другого, для кого-то другого, может быть. То есть, тут идея в том, чтобы постараться понять, как вы сами обуславливаете уход за собой. То есть, что это такое для вас? Вот. Что представляет из себя, да? Вот, собственно, ну, уход за собой. Что представляет для вас это? Что вы, что вы вкладываете в, вот, ну, в уход за собой. Вот. Это очень важный момент, потому что, к примеру, как я и сказал, если вы делаете это не для себя, а для кого-то другого, то это есть большая проблема, потому что вы не самостоятельны, к сожалению, в таком случае. Вот. Вот. Ну, это трудность, это проблематика. Вот. Если вы не самостоятельны. Дальше. Так. Раньше я была другая. Ну, видите, здесь вы, как бы, отталкиваетесь, вы идете в прошлое здесь. То есть, впечатлений, ну, вот, текущих впечатлений вам мало, да, вот, текущих впечатлений вам не хватало, скорее всего. И вы поэтому, значит, обращаетесь в прошлое. Я работал в другой стране, общался, тюнел скрасился, приехав сюда, я не заработал за семь лет ни одной копейки. Ведь таких людей, наверное, нужно поискать. Ну, вот, собственно, здесь вы начинаете с одной стороны себя обвинять, да, вот, с другой стороны вы здесь придаёте достаточно большое значение заработку. То есть, для вас заработок, я имею в виду, что это значит, надо бы понять, что именно значит, что именно значит для вас заработок, да, какое значение он имеет и как это связано с вашей личностью. Дальше. Дальше люди с языковым барьером зарабатывают здесь. Ну, тут вы сравниваете себя, тут вы сравниваете себя с другими людьми, вот. То есть, это, ну, к сожалению, продукт некого такого обесценивания себя, некого такого вот, может быть, эмоционального отдаления, отдаления от мамы и, ну, как вот следствие, да, это непринятие себя. То есть, вы здесь себя не принимаете, вы сравниваете со старой личностью себя с другими людьми. Это большая, а, э, достаточно, проблема. А, вот. А, дальше идем. Вы пишете, в общем, все как-то неправильно у меня или я неправильно смотрю на все. Ну, давайте начнем с того, что такое неправильно вообще. Что есть неправильно, что представляет из себя неправильно. То есть, понимаете, неправильно, это норма и вы в норму не вписываете. Но о какой именно норме идет речь? Кто эту норму устанавливает? Насколько это норма приемлема для вас? Почему вы... Что вы понимаете под норм... Неправильно, неправильно. Понимаете? То есть, в любом случае, это какие-то ожидания. Либо ожидания ваших собственных от себя, самой, продиктованные вот, ну, требования к себе. Либо это ожидания других людей. В частности, вот вашей мамы, например. Дальше идем. Вы пишете еще мне одиноко. Что такое одиноко? Одиноко, в первую очередь, это несовместимость со своим внутренним миром, если вот так вот грубо можно сказать. Одиночество, это несовместимость со своим внутренним миром. И, соответственно, вы свой внутренний мир, получается, отрицаете. Вернякает вопрос, что в вашем внутреннем мире такого негативного для вас, такого достойного обесценивания, что вам не комфортно с ним. То есть, одиночество, это невозможность находиться наедине с собой. Если вы не можете находиться наедине с собой, ну, идет опоржение чего-то себе. Ну, совершенно очевидно, что нужно поисследовать, что именно вы себе опоргаете, отвергаете и на каком основании. Да? Мама живет в другой стране, приезжать в Россию не хочет. Она там общается с подругами, гуляет и открыто говорит, что с внуком не хочет сидеть, а то поднимается на давление. Ну, вы говорите, здесь вроде бы про маму, но я, честно говоря, не совсем понимаю, в каком контексте вы о ней говорите. То есть, это у вас к ней требование, чтобы она приезжала. Но почему вы этого требуете, а самое главное, как получилось, что вы ждете от нее того, что она приедет и, мало того, будет сидеть с вашим сыном. То есть, такое ощущение, такое ощущение, что вы хотите переложить ответственность на нее, за то, что вот, собственно, ну, за то, что, например, чувствуете и ощущаете вы. То есть, мама должна вас спасти от тех проблем, например, и трудностей, которые у вас, вероятно, есть. Но почему? Чего вы ждете от мамы? Как так получается, что вы чего-то от нее ждете? Обижаетесь ли вы на нее за то, что она поступает так? Чем продиктована ваша обида? Какие основания ваших ожиданий от мамы? Типа, 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 ведь ребенок ваш, такое ощущение, что вы хотите на маму его перенести, понимаете, какая штука. Ну и, в целом, есть ощущение, да, что вы себя воспринимаете именно как вот жертву, да, и типа, что мама вам там, ну, что-то должна. Вот, при этом вы игнорируете, к сожалению, судя по всему, свой выбор относительно того, чтобы приехать по России, относительно того, чтобы выйти замуж, и относительно того, что родить ребенка. То есть такое ощущение, что вы сами к этим своим решениям в жизни подходили, ну, мягко говоря, не осознанно, да, то есть не осознавали этот момент, не осознавали то, что вы делаете. Вот, я вас ни в коем случае не обвиняю, я просто говорю о той же проблематике, которая присутствует. Дальше. Я звоню ей каждый час, она спокойно ко мне и особо не нуждается в общении со мной. Анна, а для чего вы звоните ей каждый час, это, пожалуй. Первое, что я хотел бы спросить у вас, второе, что я хотел бы у вас спросить, это, для чего вы написали, вот, для чего вы написали о том, что ваша мама не нуждается в общении с вами? То есть, ну, грубо говоря, с какой целью вы написали? То есть, вы считаете, что, что она, там, ну, что она должна нуждаться в общении с вами? Или как? Или как? То есть, я, я вот этот момент, честно говоря, не понял, не понял, вот, я его не очень понял, этот момент. Для чего вы написали об этом? Вот, с какой целью вы об этом написали? Вот. Дальше. Идем. А, для чего вам, опять же, ну, мам, для чего она, мам? И всего просто проистекает ваша в ней потребность. И всего проистекает ваша в ней нужда. Вот. Это важно. Для понимания ситуации. Ну и, наконец, последнее. Вы звоните ей каждый час. А, не помню, бывал я еще такой момент, но как вы, как вы воспринимаете тот факт, что ваша мама не нуждается в общении с вами? То есть, опять же, здесь идет некая привязка к маме, да? Сказал, вам, вам, грубо говоря, нужно заниматься бизнесом, да? Вот. И вы говорите, что я не знаю, как, как, ну, как заниматься бизнесом, я не знаю. Но вместо того, чтобы в этом заниматься, вы звоните маме. Каждый час. Возникает, опять же, вопрос. А чего вы тогда хотите? Что вам нужно в таком случае? Вот. Это очень важный вопрос. Чего вы хотите? В чем вы нуждаетесь? Вот. Что для вас актуально? Грубо говоря. И так далее. Это важно, но вы этот момент не раскрываете. Такое ощущение, что ребенка, мужа вам мало. А вот это, по идее, самые близкие для вас люди, которые, опять же, по идее, с которыми, по идее, вы счастливы. Но вы с ними не счастливы. Вы нуждаете своей маме. Вот. Возможно? Возможно. 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 Вы чувствуете некую угрозу, конечно. Вот. Одного. Ну. От, к примеру. К примеру. Что? Мужа. От, к примеру. Свекрови. От, к примеру, к примеру. Свекрови от ребенка, к примеру, тоже. тоже можете чувствовать угрозу, но если вы чувствуете угрозу, то с этим нужно разбираться, нужно разбираться с чем это связано, да, и учиться, конечно же, себя защищать. В целом, я думаю, что так можно вам ответить на вопросы на вопрос, который вы задаете, точнее на текст, вам нужно сформулировать запрос к психологу, чтобы мы понимали, в чем именно вы нуждаетесь, в чем именно нужна вам помощь, вот. Потому что, ну, на данный момент не совсем понятно, чего вы хотите. На данный момент не совсем ясно, в каком направлении хотите, в каком направлении вы хотите, ну, двигаться. Не совсем понятно, что именно хотите вы себе поменять. То есть, конечно, на некоторые проблемы вам указал я, на некоторые проблемы вам могут указать другие коллеги, вот. Но все равно вам, только вам решать, что именно вы в себе будете менять и, ну, соответственно, что для этого вы будете делать. Ну, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.